А как мне лучше подобрать диету? Тоже трудно что-то конкретное выбрать. У меня гастрит и уже, наверное, язва. Инфекция в почках, поджелудочная барахлит, похудела. Неправильно делала упражнение. И стоит ли вообще мне её сейчас сделать? Это Шан Пракшаланова она делала, указывает. То есть стоит ли ей делать какие-то медитации, заявить? Ну, если перейти на сыроедение, точно никакой Шан Пракшаланы не нужно будет. То есть организм начнёт так чиститься, что не нужно искусственно его чистить. Просто организм ждёт, когда же мы перейдём на нормальное питание. И как только переходим, начинает чистка. То есть это где-то в течение 5 месяцев идёт активная чистка. А потом человек худеет, а потом начинает восстанавливаться после этого. Но по своему опыту я знаю, что для меня это сыромонодиета и молочные продукты, орехи и мёд. То есть я думаю, в наше время это оптимально. Потому что можно как бы на сыромонодиете сидеть, но тогда не развиваются тонкие ткани в мозге. И человек не может заниматься глубокой медитацией. То есть можно быть здоровым. Ну, например, дерево оно тоже здоровое. Но оно дерево. Но точно так же и с человеком. У нас своя пища есть. То есть наши предки не были глупыми, когда говорили, что два существа даны Богом, чтобы кормить человека. Это пчела и корова. То есть значит это необходимо. И я на своём опыте убедился, да, на данном этапе развития общества эти продукты необходимы. Продолжение следует...